Парикающие радиации, радиоактивники, отравляющиеся в детстве, в конкурентое. От государственных пар, с Донецкой народной республики, и знамя победы! Смирно! Я встречусь слева! На краску! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Генерал-майор! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Ура! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 75-й депутатной победой советского народа в Великой Отечественной войне! Ура! Продолжение следует... Продолжение следует... Пробие ветераны, товарищи военнослужащие, Парад в ознаменовании 75-й депутатной победы в Великой Отечественной войне Проходит день исторического события, победного марша на Красной площади в Москве 24 июля 1945 года Три четверти века назад при успании победы советского солдата Завершилась самая кровопролитная война в истории человечества Подзорное сокрушительное поражение армии среди варей Поставившись на колени полкиропы, стало возможным и исключительно благодаря Единицу, сплоченности и внушенным усилиям жителей большой страны Сегодня мы отдаем дань бессмертного уважения терроризму народа в обиде Этот обувь священен для нас Мы в неоплатном долгу перед теми, кто пожертвовал собой войну мира на земле И отстоял в смертельной власти с державостным врагом право на жизнь многих поколений Победа над немецким нацизмом далась высокой ценой И жители Донбасса внесли в нее свой достойный вклад 456 тысяч урожанцев, бывших в Донбассе области, сражались против фашистов в годы Великой Отечественной войны 275 наших земляков удостоили звания Героя Советского Союза В 1941 году три стрелкового периода 383, 393 и 395-я под названием «Шахтерские» ушли на фронт, приблизив к краю захвативших планов Гитлера В 1418 дней продлилась немецко-фашистская оккупация Шахтургского края Это время ассоциировалось колоссальной по масштабу освободительной борьбой В 1943 году многонациональная Красная Армия в ожесточенных кровополитных боях очистила Донбасс от нацистской вещи История освобождения промышленного сердца Советского Союза полна примеров героических сражений Более 800 улиц, проспектов и площадей в городах и селах бывшей Жанейской области названы Честь войнам освободителей и боевых подразделений Красной Армии Благодарные патроники навсегда увековечили имена своей защиты Короткая Короткая Знаменная группа «Прянь!» Отставим на «Прянь!» Равнение на «Прянь!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Во многом времени будет цель, что принято в руке, является глубокой модернизацией вверх один. Первая. Продолжают прохождение аппаратных расчетов механизированной колонны подразделения танковых войск республики. Возглавляет танковую группу командир отдельного танкового отряда «ГУЛАТ», гвардии полковник Петр Кручев и офигатор антургарной волны, поигающей радиации, радиоактивный, отравдающийся вверх один. Четыре отдельного фирмового отряда «Самари», комментируем которого был герой Донецкой Народной Республики. Мощь тяжелого танка «Макивный» из последнего. Т-64 стал первым советским танком с композицией, броней, автоматом заряжания и плавка с удовольным орудиями. Мощь тяжелого танкового отряда «Самари» и «Макивный» из последнего. Мощь тяжелого танка «Макивный» из последнего. Мастерство «Макивный» из последнего. Тринадцатого отражения наступления противника. Поведение контр-атак и контр-атаров. Наступление для нанесения мощных застегающих ударов на большую глубину. На свете у них 122-милльпровая дивизионная самостотная гаубица «ФАС-1 Бальдика». Командир Галдинского 3-го дивизиона, гвардии, полковник Василий Ординский. Вдруг на динаме Сеоргевский пред 3-й является основным следством нанесения в него упражнения противник и предназначенным для завоевания и удерживания. Машины этого класса принимали участие вместе с вооружённых конфликтов и прекрасно срегистрировали. Движение механизированной колонны продолжает реактивная система залпового огня БМ-21 град. Предназначено напряжение открытой и вскрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, авторийских и миномётных батарей, командных пунктов и других целей. Принято на вооружение в 1963 году. Компионатных батарей, танков и других броневых средств, разрушение полевых, форсификационных и обронительных сооружений. 52 миллиметра. Важным качеством с тобой считается высокая мобильность. Её можно перебрасывать со скоростью до 80 километров. В 2019-2015 годах силами наших специалистов значительно увеличена защищённость ваших машин. При этом огненная мощь и мотивность возглавляет колонну командир отряда полковник Сергей Попов. На маршу БТР-80. Будем также расширение выполнения задач. На головной машине старший ветеран Михаэль Сахтар. В контакте «Свелодейский» назначен дивизионного контроля воздушного пространства по стимунистажения авторогубных воздушных целей гамалых узоров. Обеспечивает поражение кайро-кномитических целей на высоте от 2,5 метра до 3,5 километра. На дальнейшем 356 метра выкümется километр. Проблемление с тем на полки ZRU-262. При начинающие перебросы бояться все футы. Отстали с Н градю БТР, начинка Committee Give Asc.